Идет вверх по течению. Черный бас. Вот тот, ради кого мы приехали. Это не барамунди. Это основной местный вид из семейства Луциановых. Эндемик данного региона. Только без глупостей. Вот так, отлично. Посмотрите на челюсть этой рыбы. Какие мощные зубы. Итак, после первого небольшого карангса попался настоящий оливковый луциан с небольшими клыками. Они хорошо заметны, так лучше видно. Знаю, что некоторые особи могут достигать 15-20 килограммов. Я ориентируюсь на битву с хищниками вот такого размера. Но даже эта, более скромных размеров, защищалась хорошо. Первого оставим. Таков папуасский обычай. Очень вовремя проголодались. А соль есть? По вкусу похож на африканского луциана. Да, обычный вкус луциана. Есть контакт. Вот и первый чёрный бас. Для своего размера он очень боевой. Лишь бы не сорвался. Красавец. Немного меньше того, что попался нам раньше, зато у него красивые лучи. И, конечно, впечатляющая челюсть со знаменитыми клыками и острыми зубами. Я доволен. В Устье всё-таки было много сложностей. Мы потратили много сил на переезд практически целый день. Теперь надо проверить как можно больше стоянок и надеяться на приятные сюрпризы. Пусть маленький папуасс подрастёт. Отпустим его. Какая мощь у них. С такой рыбой у тебя всё снаряжение должно быть на высшем уровне. Ты не можешь позволить себе маленький зажим, ломающиеся кольца или гибкий тройник. Это не прощается. Прекрасное место. Отличный участок для охоты. Есть контакт. Кто-то крупный. И тяжёлый. Крупнее первого. Осторожнее с лодкой. Скажи ему, чтобы не подходил близко. Смотри, как борется. Какой размер, Оливье? Кажется, неплохой. Неплохой. Но мы приближаемся к берегу, это меня беспокоит. Пока не удалось его поднять, он прижался ко дну. Не удаётся оторвать. Кажется, он хочет увести тебя ближе к корням растительности. Я уже вижу поводок. Он действительно неплох. Или я чего-то не понимаю. Отличный чёрный бас. Превосходно. Всё-таки стоило ехать так далеко. Мы немного устали, но довольны. Он прекрасен, прекрасен. Только осторожно. Молодец. Превосходный. У нас есть отличная рыба, чёрный бас. Как же я о нём мечтал. Мощный. Поначалу я сомневался, задавал себе много вопросов. Но этот долгий переезд стоил потраченных усилий. Спасибо, Оливье. Пожалуйста. Я только одно добавлю. Папуасы знают, что говорят. А они знают, что говорят папуасы. Наш друг Нафтали только что с гордостью говорил об этом. У нас получилось не очень результативно в эстуаре, а местные говорят, что уже давно рыба в основном приходит из этих озёр. Из этого и следующего. Отсюда она спускается к морю, а ниже всё уже не так хорошо. Потому что там нет знаменитых стай креветок, которыми питаются рыбы. Мы решили переехать, и вот результат. Отличный крупный чёрный бас. Он мне изрядно покрутил леску, как говорят у нас рыболовы. Очень боевая рыба. К тому же здесь сложная среда, много травы, веток. А это хитрая рыба, которая постоянно стремится за что-нибудь зацепиться. Многие рыболовы её на этом теряют, поэтому надо ловить с очень жёстко отлаженным фрикционом на катушке, почти на максимум. А как только произошла поклёвка, надо сразу подтягивать и вытаскивать рыбу из зарослей, выводить на чистую воду.